Сегодня Так, птички, птички, чуть не задавил Вот это качество сборки хреновое У Авео, у нас нормально Сборка, не подгазовал Извини, трынь Вот красивые флажочки повесили У нас Всем привет, друзья Настало время прокатиться На Киа Рио, мы с вами в поле Народном, можно сказать Народном автомобиле Одном из лидеров продаж И у нас, конечно же, механика Шестиступенчатая Отлично, поехали Не автомат и черт с ним И нам, конечно же, нужно разобраться Кто же лучше, Солярис или Рио И почему Предлагаю начать этим заниматься Прямо сейчас Потому что первое ощущение от этого автомобиля У меня, несмотря на то, что здесь механика Черт побери, мне он нравится больше Да, признаюсь Здесь нету джеттера И слава богу, как говорится По сравнению с Солярисом Он не такой нервный Но есть парочка ключевых особенностей О которых обязательно нужно знать И касательно того, что он сейчас у нас на механике Это же прекрасная возможность Рассказать вам еще и о механике Тем более о шестиступенчатой С нее и нужно начать Потому что мы начали переключаться Первое, это, конечно же, тронуться правильно Потому что есть проблемка по сцеплению Оно абсолютно неинформативное Легкое, простое Но неинформативное Придется привыкать Я не скажу, что прям привыкать И у вас будет проблема Когда? Когда вы будете стартовать где-нибудь в горку В полях, в каком-нибудь буераке Вам нужно будет где-то проехать Проблемы у Соляриса Были проблемы Мне не очень понравилось Вот, вот, пожалуйста, горка И подгазовывать надо было А я не успел Ну, естественно, когда вы заводите Вам нужно выжимать сцепление Теперь Не просто так Горка Не подгазовал Извини Просто со старта, да Там какие-то проблемы могут возникнуть Потому что И тяги на низах у мотора Не сказал бы я, что много Нет, совсем немного Приходится подгазовывать Сама машина прям так и не поедет И Вторая проблема, да Неинформативная Полностью неинформативная Абсолютно легкое сцепление Однако Благодаря этому Благодаря тому Что оно такое Неинформативное И Его все равно Как отпускать В принципе Да, есть еще задержка По педали газа Небольшая И вам нужно Вот этот момент Отпускания сцепления С газом Как-то соотнести Как только у вас это получается Все Довольно хорошо По переключениям Рычаг КПП Четкий Очень классный Мне понравилось Как передачи туда втыкаются Очень легко Очень легко Механика прям вот Похвалить хочется Прям четко Прям он туда Аж Сам заходит Трынк Говорят, что Случаются проблемы При пробеге Каком-то К 100-150 тысячам Возможно Проявление Износа То есть И будет упираться рычаг Но пока у меня Такого нет И идеальные Просто переключения По рычагу передач Обратите внимание Как тихо работает двигатель Вот на автомате Этого не замечаешь Наверное Потому что он постоянно Вот ты там прожимаешь Он то подскинет передачу То одно То другое Здесь на холостых Ты его вообще не слышишь Он просто там шелестит Что-то подсокивает Слегка Ну как будто он игрушечный Такое ощущение создает А в остальном Очень тихая работа Вообще Без нареканий К рулю Я думаю Мы вернемся Чуть попозже Потому что Сейчас нас ждет Уже подвеска Здесь есть Одно отличие По сравнению С тем Какой у нас В какой комплектации У нас был Солярис Там у нас была Максимальная комплектация А это значит Что 16-е Колеса Диски И профиль Да Поменьше Здесь у нас 15-е И шины Кумхо Так вот Друзья Мне он нравится Больше чем Солярис То есть 16-е И 15-е Разница велика Прямо скажем Конечно Еще зависит от шин Но вот С этими шинами Полный порядок Мне нравится Как он по мелким Проезжает Да Мелкие Чувствуете Вы Но Не звука И довольно Сглажено То есть Каких-то прям Адских проблем У него на мелких Неровностях Не возникает И даже ощущение Такое Какой-то Ну Премиальности Есть даже Ну Пусть передается Все-таки Передается На вас Сидение Там Не спасают Как бы Мягкость сидения Как я люблю Говорить А вот Именно С мелкими Неровностями Со стыками Мне даже понравилось Как он проходит То есть Первое впечатление Плотная подвеска Сглаживает Мелкие неровности В Москве У нас Только мелкие Попадают Неровности Кроме каких-то Адовейших стыков Вот сейчас Мы едем По средним И крупным Неровностям И здесь Уже Проблемы Начинаются У Ки Рио Точно так же Как и у Соляриса Подвеска Не энергоемкая И не хватает Ее Ни на средней Ни на крупной Уже Да Тихо Признаюсь Тихо Я рад Что Достаточно Тихо Мы едем Все отрабатывается Не Не слышно Перетряхивание Подвески Это возможно Как раз Стулки Резинки Которые Применены Но Ох ты Блин А здесь Кстати говоря Либо мы Не попали Либо хорошо Все таки Отработали На крупных Неровностях Подвески Не хватает Особенно Когда у вас Ямки И какой-то Перепад Высот Ну вот Сейчас У нас Будет Здесь Вообще Как бы Медленное Медленное Проезжание По неровностям Вот так Вот мы Проедем Так Ох ты Вот здесь Мы провалились Короче Скорость Как только Меньше Становится Не хватает Уже Проваливается С хорошими Такими ударами Удивил Меня В общем то Рестайлинговый Солярис Удивил Рестайлинговый Удивил Вот я не знаю Что с Солярисом Там Может быть Действительно Какое-то Занижение Еще заводское Было Там Помимо Дисков Которые Больше Шин Которые По профилю Меньше Ниже Тоньше Сами Может быть Шины Жестче Ну Не было Как-то Исцепление Похуже Как будто Было Что за дела Непонятно Но Факт Есть факт Рио Сейчас Мне нравится Гораздо Больше Чем Солярис Не скажу Что он Прям Идеальный Все равно Рапид По управляемости Лучше С полуседаном По подвеске Не скажу Наверное На мелкие Неровности Теперь Я Рио Даже Предпочтение Отдам На Средние Крупные Примерно Одинаково С отстрелами Также Работает Подвеска На Лежачих Полицейских Если Чуть Чуть Переборщили Со скоростью А как Вот Это Чуть Чуть Вы Думаете Что 30-40 Км в час Нет Друзья На 20-25 Может Уже Сработать Отстрел Может У вас Такое произойти Здесь Как бы Вот Это Недоработка На ходе Отбоя Нужно Сказать Что Подвеска Здесь Последней Генерации Доработок Всех Вот Этих Рио Солярисовской Истории Солярисовской Больше Потому Что На Первом Появилась А на Рио Уже Доработанная Появлялась Походу Не так Все Плохо Было Как Солярисом Здесь Вот Я даже Признаюсь Честно По Этим Адским Неровностям По Каким Да Конечно Мы Не Быстры Не Мелкая Вот Эта Неровность Такая Довольно Сильно Встречена На самом Деле Можно Поставить Четверку Здесь Еще Благодаря Шинам Конечно Ж Пятнадцатым Все Это Стало Возможным С более Высоким Профилем Здесь Уже Практичность Восторжествовала Друзья По поводу Шумоизоляции Давайте Выключаю Вам Восемьдесят В девяносто Друзья В сто В сто десять Колеса Шины Аэродинамика Меньше То есть Здесь Выбиваются Именно Нижняя У нас Низ И вот Здесь Поют На открытой местности Поют Вот эти места Уже На сто десяти На сто На сто Слегка Потише Вот такая вот Шумоизоляция Но я бы сказал Что в принципе Нормально По шумоизоляции Потому что Я не сильно Даже голос повышал Чтобы вам Рассказывать Среди конкурентов Я думаю Шумоизоляция Одна из сильных сторон По обзорности Зеркала Боковые Так себе Очень слабенькие Слепая зона есть Особенно в том Замечено Что машина Пропадает Легко Довольно Слепая зона Слепая зона есть Это я сейчас Понял Благодаря тому Что вот у меня Ниссан Альмера Пропал на секунду Примерно Зеркало заднего вида Нормальное Вот сейчас Вы видите Тойота Лэнд Крузер Прекрасно Видите Довольно Близко И он пошел На обгон Да Нет Проблем с задним зеркалом У нас не будет А Само стекло Немножко съедается Вашей головой Когда вы смотрите Подголовничками Ну а так В принципе нормально Обзор назад У нас здесь нет Ни парктроников У нас здесь нет Ни камеры заднего вида Касательно Парковки Заднюю Вот свою часть Багажник Вы не ощущаете То есть Нужно привыкать Вперед Обзор Да Стойки Ширина Есть Несмотря на то Что вот Часть из них Серая Все равно Ощущается Все равно Где-то мешает В основном По остеклению Проблем нет Единственное Что вы как-то Сидите слишком Слева Такое ощущение Что стойка Вот как-то Близко сюда Еще бы Еще бы Чуть-чуть Побольше Вот здесь Вот хотелось бы Но это уже Придирки Как вы понимаете Вот если мы будем Говорить о комбинации Мотор-коробка У меня претензий Как таковых нет Это один из самых Энерго вооруженных Моторов И я думаю Что это идеальный Выбор Для пары Рио Солярис Лучше доплатить И купить сразу 1.6-123 Тогда у вас Будет преимущество И по мотору Над соперниками Обгон С 70 на 5 Очень медленно Очень-очень медленно Так вот Погнали Тут нужно Обороты Все-таки Повыше держать По-моему Он едет Где-то С 4 Но зато Нет проблем С поддуваниями Не замечено Такого Что прям Машину сносил Структур Здесь больше Легкие Рули 0 Ну и кстати Говоря Плотно едет Машина По всем Вот этим Неровностям То есть Раскачки нет Следует Четко Вот это Качество Сборки Хреновое У авиал У нас нормально Да С 4 5 С 4 500 Где-то Едет То есть Такое Крутить Нужно До этого Не едет Тут у вас Механика Неспроста Переключайте Передачи В рабочие Обороты Пока у нас Никого нету Сзади Я предлагаю Вам протестировать Разгон С нуля Здесь у нас Нет системы Стабилизации А это значит Что можно Попробовать Сортануть С подгазовкой Давайте посмотрим 3000 Хватит Ох Как сильно На руль передается Друзья Руль начал прыгать И Очень сильный удар 100 Ну по спидометру Давайте 22500 Ну тоже в руль Но он почти заткнулся Вы видели Да То есть 2,5 Маловато Надо 3 Ну как бы Смотрим Секунды И так Ну и мы Потихоньку Переходим К управляемости Управляемость Друзья Да Есть такая Особенность Как легкость Поведения На дороге И Она здесь Не только Благодаря Рулевому управлению Точно так же Как на Солярисе Да То есть Вот как раньше Вел себя Рио На скорости Где-то До 80 км в час Адекватно Нормальный руль Тяжелый Такой Даже может быть Перетяжелен Но вы чувствуете Усилия У вас нормально Все Как только Скорость Переваливает 80 Руль пустеет Легчеет И на скорости Вам уже рулить Некомфортно Потому что Руль легкий И довольно резко Реагирует Автомобиль На его движение Здесь вот Мы сейчас Едем 90 Нормально Есть усилие Вы ощущаете Что он не прям Супер легкий Но Так как автомобиль Весит у нас Всего 1000 кг То есть Тонна там С небольшим С автоматом Тонна 49 По-моему Или тонна 59 С автоматом Тонна 79 На 20 км На 20 кг Больше Так Птички Птички Чуть не задавил И да Легкость Вот это поведение Она еще Обусловлена тем Что машина Действительно Ничего не весит То есть У вас вот эта Юркость Какая-то Излишняя Постоянный автомобиль От малейшего Какого-то движения Рулевого колеса Куда-то хочет уехать На руле Как бы не появляется В повороте Дополнительного усилия Все-таки Как вы въехали В поворот С таким усилием С одним Так и Едете в этом повороте То есть Никакого интереса Точно так же Как на Солярисе У вас не возник Третье Ох Да Уходит наружу Прям четко Никаких тут Заруливаний Копы не будет Ползет наружу Переборщили Ползет наружу Третье Тормоз Ну нет Азарта нет Неплохое поведение Нет Я бы не сказал Что прям Совсем Какое-то Безстыдство Нет По сравнению С конкурентами Я думаю Он на хорошем уровне Но Азарта не будет Из-за того Что на руле Усилие Не с колес Не чистое Ну какой-то Постоянная Просто нагрузка Вот что Сто мы едем Что Шестьдесят Мы едем Одинаковое усилие Так Друзья Смотрим На поведение На скорости Сто Тридцать Нам нужно Набрать Ну во-первых На шестой Довольно сложно Уже набирает Он скорость Смотрите Еле ползет Вот И как бы Легкость Легкость Вот это вот Чрезмерная Легкость Рулевого колеса Чувствуется При малейших Отклонениях Довольно Ну просто Нет Вот этого Усилия здесь нету Околонолевое Положение Легкое И особенно В дождь Особенно Ночью Когда-нибудь Когда у вас там Некомфортно Вам ехать И так Это вас Начинает доставать Да возможно Днем Не будет Такого Что прям Ну вы понимаете Да что я всегда К этому придираюсь Потому что У меня Гипертрофировано Вот это вот Нужного придираться И обязательно Отметить для вас Что есть такое По сравнению С конкурентами Но Вот мне было Дискомфортно Попадать в колею В дождь И ловить машину Вот этим пустым Рулевым колесом То что шасси Реагирует Ты чувствуешь Что шасси Реагирует А руль Нет И конечно же Еще одна особенность Которой тоже нужно Упомянуть Это тормоза Тормоза очень сильно Отличаются От предшественника Прямо это первое Что ты Замечаешь Серьезное Такое отличие По Именно по поведению Руль и тормоза Руль как будто Действительно Раньше был Тяжелее До 80 И дальше Супер легкий А теперь он Легче До 80 И дальше Ну тоже легче Реагирует Но не так Слушай Знаешь в чем Я чувствую изменения В тормозах Офигеть Такая педаль Дубовая Здесь Классическое поведение Похожее на русские машины Называется Чем больше нажал Но радует Что сразу Ты не ждешь Какое то время Когда там Начнет тормозить В новом Сейчас усилитель По другому настроен Там Там Уже Прям сразу Хватает И Если мы будем Говорить по среднему Расходу То вот 9,8 Он у меня Сейчас пишет Но это Пока что С моими То есть Средний расход Я вам Когда машину Привезу Я вам Его еще Скажу Пробочки Постояли 8,8 На одну Подпрыгнул А так Было уже 8,7 Нам еще Нужна такая Как по средней Хреновости Дорога Чтобы протестировать Тормоза Потому что Были проблемы С растормаживанием У Солерис И это Конечно же И сила Немножко Сейчас Начнется Плохая дорога Там и протестируем Когда у вас Колес попадали На Какие-то Стыки На трещинки В асфальте АБС Что-то Резко Перестало Работать Или Наоборот Как-то Система стабилизации Вступала И у вас Машина Растормаживалась Некомфортно Было Проверим Есть ли Такое сейчас Ну вот Такая шершавая дорога Тормозит Да Что-то там Чувствуешь ты Как это АБС Вступает Пытается Давайте попробуем Со 100 км в час Вот по такой дороге С постоянными Этими Какими-то Нашлепками Стормозить Так Ну как бы Проваливается В них Но нет Растормаживаний Нет То есть Это какая-то Уникальная Особенность Действительно Была Соляриса Именно Вот я не пойму Почему На 15 колесах Упирается Неплохо Вот красивые флажочки Повесили У нас И это значит Что пора Нам подвести Какой-то итог По Рио А итог Как вы понимаете Уже Готов Из моих слов Его можно легко Составить Рио Достаточно Неплох На 15 колесах Механика Больше понравилась Чем нет Да Не хватает Информативности По сцеплению Да Нужно подгазовывать Но Есть 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 в ней Простота Легкость Задор При быстрых переключениях Да Вот это упирается Чувствуете Возможно Будет хуже Когда Пробег Ваш возрастет Хорошее оснащение Внутри Автомобиль Вас не отторгает Ничем Абсолютно Выглядит Выше классом Касательно Задних мест Да Есть проблемы Не так Все классно Сзади Итоги Для Рио В общем-то Даже неплохие Единственное Что Не понимаю По-прежнему Их космических Цен На топовые Комплектации Возможно Стоит Посмотреть Что-то Другое Уже Выше Классом За эти Деньги Поэтому Рио Неплох Именно На 15 Колесах И выглядит Нормально Ну Понятное Дело Если вы Хотите Жертвовать Подвеской Которая Вот Сейчас Ее Изъяны Как бы Эти 15 Колеса Исправляют Но 16 17 Это уже Явно Перебор Удивил Меня Автомобиль Честно Говоря Не вызвал Каких-то Таких Грубых Серьезных Адских Нареканий Как С Солярисом С рулем Проблема Только на Скорости Надежность Есть Гарантия Есть Рейку Чинят Как мы Уже Выяснили По гарантии Не сопротивляются Следите За растяжением Цепи У двигателя И Будет Вам счастье Не ездите Быстро Полежащим Полицейским В остальном Неплохое Сочетание Оснащенности И Как бы Обертки Красоты Вот этой Всей Корейской Завернутой И повторюсь На 15 Колесах Можно брать Все На этом все Спасибо огромное За просмотр Смотрите Обязательно Все остальные Части И только тогда Вы будете знать О Кио Рио Все В подробностях Следом У нас Субару Форестер Я думаю И до скорого Друзья И вот Обратите внимание Что проехал Новый Кио Рио Их уже Настолько Много Что даже Страшно становится То есть Это тот Автомобиль Который Вы будете Видеть Везде И всегда И уже Совсем Скоро И уже Видите То есть Я тестирую Тут так Как бы Уже Давно Люди Ездят Называется Вот еще Один Рио Привет Два Белых Спустя Несколько Секунд Новых Рио Популярная Машина Молодцы Четко Обновили Если Вам Понравилось Друзья Подписывайтесь На наш Канал Ставьте Лайки Делитесь С друзьями И нам Будет Очень Приятно Ну и Конечно Смотрите Продолжение Продолжение следует Продолжение следует